Всем привет, с вами Крон и группа Разбора. В этом бою игрок Дионискос на Е25 набьет 13 фраговую кучу дамаг. Естественно, он сделает не один, ему помогут совзводники. Но тем не менее, красивая взводная игра, красивые фраги. Смотрим. Сразу немножко ускоримся. Переход в сторону тяжей, в сторону единиц. То есть там всегда тусуется тяж, там всегда можно набить кучу дамага. Кусты для ПТшки. И ждем. Тем временем наши тяжи остались немножко сзади, потому что скорость все-таки не позволяет им за этой ПТшкой следовать. Другие ПТшки СТ заняли либо центр, либо зелень. Первый засвет на зелени это СТшки. Их много, их даже больше, чем наших. Но шансы затащить там у наших СТ, конечно, есть. Первый враг. Первый враг это у нас КВ-13. Как видите, дамаг не очень высокий. То есть в районе 100-150 единиц. Но из-за высокой скорострельности получается классный ДПС. Наш игрок здесь, к сожалению, часто промахивается. Спешит, скорее всего. Попадание просто в гуслю без дамага. Но тем не менее, он делает все-таки первый фраг. И дальше он будет стрелять намного точнее. Следующий противник это Тигр. Первый выстрел в районе командирской башенки и непробитие. У этой Пушки обычным снарядом пробиваемость около 150, поэтому неудивительно. То есть тут нужен кальвир побольше. А вот в борт 150 шьет Тигра просто на ура. И вторым попаданием рвет ему БК. Это сразу такая хорошая заявка на победу в этом бою. Потому что без топового тяжа седьмого уровня шансы команды на победу сильно теряются. Тем более он не сделал за бой абсолютно ничего. То есть это чистый слив седьмого тяжа. Больше в ту сторону не пошел никто. Все полностью прорвали восьмую и девятую линию. То есть сейчас нужно бежать на защиту базы. Ну и наши взводники принимают решение. Они быстренько бегут в сторону горы. Потому что именно оттуда можно хорошо отдефиться. И оттуда можно защитить свою базу. Ускоряем время. Тяжи пошли дальше атаковать. То есть они не видят, что слита база. Они решили пойти атаке. Вот уже выход на горку. Отсюда уже можно работать. Как видно, все противники просто как на ладони. Можно выбирать любых. И напихивать. Попадания, конечно, не очень точные некоторые. Но тем не менее. Видно, что по 100 дамагов летает по 150. Существует рикошеты бывает иногда. Но больше попаданий, больше все-таки пробитий. Уходит еще один противник. Это уже третий по счету. Счет 4-9. Бой сливной. Но постепенно, постепенно бой затаскивается. Вот уже счет 5-10. Противники пытаются стрелять. Но просто не понимают, откуда в них стрелять. Либо стреляют не в того игрока. Счет 6-11. На счету нашего героя 5 фрагов. Они со своим совзводником немножко толкаются. Занимают позицию еще получше. И вот где-то здесь находится враг. Который может стрелять. Который видит наших игроков. Вот он, американец, СТ-шка. Очень картонный борт. Как видно, он пробивается просто на ура. Совзводник не добивает. Он дает право нашему игроку добить. Следующий враг. КВ-1. Пошла раздамажка. Синхронные, очень красивые выстрелы. Идут один за одним. И также фраг отдает своему союзнику. Если вы играете взводом с друзьями, можете попробовать такую фишку. То есть играть вместе. Раздамаживать вместе. Но добивать будет только один из вас. И так можно набить хороших фрагов. КВ-1 сейчас тоже уйдет в ангарчик. Он стал уже восьмым фрагом. Счет 9-11. Шансы на победу уже есть. А вот пришли тяжи, которые раздамажили нас. Тяжик тяжи на первой линии. И квас добирает М6. Если бы не этот добор, то был бы рассияния. Ну а так получается только... Девятый фраг. ЛТшка на базе. Активно берет. Даже не понимает, что сейчас убьют. И быстро сливается. Подарив десятый фраг. Тяжик ИС. Шотный. Рикошет, к сожалению. Выстрелы слепые. Но они не приносят результата. А вот этот уже принес. И принес ему одиннадцатый фраг. Счет 13-12. Уже победа явно на нашей стороне. Осталась буквально пара врагов. Пантера. Пантера фульная. Но она не видит, где находятся наши игроки. Слишком торопится игрок. Промахивается. Но они ее поставили на гуслю. И уже пошла красивая чистая раздамажка. Сейчас задача быстро убить эту пантеру. До того, как к ней подъедет квас. Чтоб быстро своровать у него этот фраг. Готово. Челлендж корреца Асептит. И выполнен. У кваса фраг сворован этот. Чьи квасу не дали его своровать. Вот уже нашего игрока 12 фрагов. Россияне, конечно, не получится взять в этом бою. Потому что квас забрал 14-го. Но еще есть где-то арта. Еще можно взять 13-го. Ускоряемся. И вот наши ПТшки просто летят на поиски арты. Квас тоже пошел искать. Но не находит. Тут арты нет. Там арты. Тоже нет. Где же арта? Куда спряталась арта? Здесь нет. Там нет. Может она быть в К1? Бегут, 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 бегут. Время идет, конечно. Время работы против них. Потому что есть квас, который может добить эту арту и не дать 13-го фрага. И тут арты нет. Потому что она уже на базе. И вот он засвет. То есть где-то сейчас арта, и она видит нашего игрока. Она уже может по нему стрелять. Он до гадовских на кустах уходит. И вот арта засветила. Еще засветил союзник рентгеном через горку. Опасный выход, потому что арта может шопнуть. Но она не шотает. И очень быстро умирает. Съезжает боком. И уходит в ангар. 13-й фраг. Очень красивый в бой. Красивая совзводная игра по набиванию фрагов взводнику. Поэтому респект всем ребятам. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Заходите в группу ВКонтакте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok